Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 сентября. Спасибо всем, кто поздравил меня вчера с прошедшим днем рождения. Сейчас я хочу показать вам перец. Такой интересный, необычный, но который я больше не буду выращивать. Сейчас объясню почему. Растет он у меня в последний раз. В прошлом году я его посадила первый раз, нынче второй раз. Вот я полностью его испытала, теперь поняла, что он мне не подходит. Сейчас расскажу почему, но многим он подойдет. Смотрите, он рождается вот таким прям баклажаном, темно-темно фиолетового цвета. Он очень яркий, необычный такой, можно сказать экзотический. Потом он понемножку темнеет и становится вот таким пурпурно-красным. Называется перец пурпурный колокол. Он у меня в каталоге под номером 20. Всем бы он был хорош, но почему-то у меня он не успевает вызреть. Вот сейчас он находится в технической спелости вот такой. А красных перчин не очень много. Сейчас я пройду вот сюда по следующим. Вот видите, их много, вот этих баклажановых перцев. Они висят, они сначала темно-баклажановые, потом становятся вот такие вот. И в результате они краснеют. Но и в прошлом году, и в этом году, почему-то он у меня спеет очень-очень поздно. В то время, когда остальные я почти все уже убрала. И вот таких вот ярко-красных перчин я не могу очень долго дождаться. А так как у меня сибирский регион, у нас вот хорошо сейчас 30 сентября и еще стоит жара. Но это для нас не как необычно. Это исключение из правил. Обычно в это время уже холодно. И обычно к первому октябрю я все уже собираю. И вот нынче они еще, конечно, позреют, потому что у нас по прогнозам еще впереди две недели теплых. А так бы я уже все сняла. Почему мне придется от него отказаться? Ну, во-первых, я всегда писала, что я никогда не употребляю зеленые перцы. То есть в технической спелости всегда только спелые. Потому что спелые они и сочнее, и ароматнее. Нет смысла есть, употреблять зеленые перцы, когда можно дождаться. И выбираю именно те сорта, которые я могу дождаться их биологической спелости. Которые у меня в сибирском регионе вызревают. И которые можно употребить именно спелыми, полностью, сочными, ароматными. Вот в таком состоянии, я пробовала вот такую, как это зеленый плод. Они не очень вкусные, у них какой-то травянистый вкус. И не хочется кушать перец в зеленом виде, если есть сорта, которые у нас в сибирском регионе прекрасно вызревают. Ну, значит, вот этот пурпурный колокол, он не для меня. Он не для моего огорода. Я вот в этом году посадила его второй раз. Потому что по итогам одного года я никогда не делаю выводы. В прошлом году был год не очень удачный тоже. Но у нас каждый год в какой-то степени неудачный. Он вызрел плохо. И я подумала, ну, списала это на капризы природы, что, возможно, на следующий год он вызреет лучше. Но нынче тоже я опять не могу его дождаться. Вот висят эти черные негритята, никак не хотят краснеть. И погода стоит жарко. И листики уже лишние все, видите, как оборвала. Они почти голые кустики. Я все делаю, чтобы он поскорее покраснел. Но не краснеет. Раз не хочет краснеть, значит, это не мой. И вторая очень важная причина, по которой я откажусь от пурпурного колокола, потому что мне важно собрать с него семена. Раз я занимаюсь семенами, и мне нужны только спелые, только в биологической спелости вот эти вот перцы, вот такие мне не нужны, вот если они не вызрют, мне их вообще половину придется выбросить просто. С них ни семян не собрать, есть я их не хочу. Какой смысл тогда занимать место в теплице? Но это касается только для меня, только лично меня, потому что многие употребляют и делают заготовки из зеленых перцев, недозрелых, не у всех вызревают, не все подбирают сорта так, как нужно. Но вот если не вызрел, значит, готовят там заготовки из зеленых. Кому-то не нужны семена, и для кого-то это не важно. И он может вас порадовать вот такими вот своими черными, прям темно-темно-фиолетовыми черными плодами. Кому-то он подойдет, у кого-то может быть подлиннее, потеплее лето, у кого-то он вызреет, кто-то может быть посадит этот сорт и влюбится в него. Поэтому вот если я говорю, что он мне не подходит, это не значит, что он не подходит еще кому-то. У кого-то, может быть, этот сорт будет самой любимой, потому что у него преимуществ все-таки много. И красивый цвет, необычный, такой экзотический, и то, что он кубовидный, он до 200 грамм, он такой тяжелый, он толстостенный, он мясистый, сочный, ароматный. И если вы все-таки дождетесь его технической спелости, это прекрасный перец, очень хороший. Но так как у меня, видите, у меня свои цели, каждый выращивает перец, я всегда говорила, что подумайте, с какой целью вы выращиваете, или вы хотите собрать с него семена, или хотите сделать ярко-красную заготовку, или вы хотите просто его употребить в салат. Если употребить его в салат, его можно и в таком черном виде, потому что техническая спелость перца, у нас большинство регионов употребляют перцы все-таки в технической спелости, не дожидаясь биологического такого созревания. И вот этот вот краткий видеообзор, я вам показала, какой он. Он толстостенный, он крупноплодный, он очень урожайный, очень много на нем плодов, но у меня почему-то он очень долго вызревает, потому что вот эти вот баклушки, они толстые такие, они тяжелые. И в прошлом году также половину урожая пришлось снимать в зеленом виде, и нынче тоже я вот какие-то оборвала, а какие-то буду, когда ударит заморозок, все-таки снимать зелеными. Так что мне он не подходит, я его больше выращивать не буду. Это, наверное, последний видеообзор перца, пурпурный колокол. А вы, пожалуйста, у кого длинное лето, у кого, например, хорошая теплица, в которой может быть обогреваемая, в которой вы можете удлинить срок. Ой, этот перец можно выращивать. Все, вот это перец, пурпурный колокол, у меня в каталоге номер 20, на будущий год его уже не будет. Видимо, у меня последний раз. До свидания.